Северный Провокация А чья пророгатива доказывать, кто вы? У вас есть какие-то значения данной постановки, да? У меня доказы, я бачил доказы, я бачил, что вы в жопу вот так вот кулак все совали, а на бутылке садились в мече просто, ну так и это вам совет. Добрался я таки до видео с велопатрулем, я думаю автор данного видео будет очень рад, что я все это прокомментировал. Данная история будет в нескольких частях, поскольку само оригинальное видео занимает более чем получаса, с моими комментариями, я думаю, будет наверное минут 40-45. Итак, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Дорога 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 Все Дорога 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 Давайте устремлюте добавки. Через то, что мы сейчас вышли с рынка Сейчас Их Но... Смотрите, у вас будет оседление на скорости. То есть, сейчас вы без доказательств... Для начала доказательств по факту того. Докажите, что я ее припарковал. Потому что это я ее припарковал. То есть, вы сейчас без доказательств хотите объединить меня, и я буду потом на суде. Я буду рассматривать дело, а вы будете в этом и поставить. Относите на меня. Ой, сразу мне нужна помощь. Саша, помогай. Это ***. Вот так. Хорошо, представьтесь. Попробуй. Вольно, если на них. Конечно. Руки нельзя брать. Хорошо. А снимать нельзя. Я. Кто сказал? Прекрасно. А закон не запрещает? Вы не закон. Ну, в смысле? Я не закон, а кто это да? Я здесь закон! В смысле? Я не закон, а кто это да? В смысле? Вы закон? Я особо положено. Правильно. И вы действуете на основании закона, на представах, изначенных законом? Да. Закон, назовите мне пункт, по которому не имею права снимать ваши удостоверения. Назовите мне пункт, по которому вы имеете право. Все, что не запрещено, все разрешено по закону. А это мы слышали уже сотни раз, когда полицейские не показывают свое удостоверение, рассказывают, что вы там сможете его как-то спальсифицировать. Я советую полицейским тогда сразу прятать значок, потому что его тоже можно спальсифицировать и, наверное, с форму тоже снимать, потому что человек увидит в какой вы форме и сделает себе такую же. Я могу уважать, что вы сейчас человека застрелите. Давайте вас сейчас арестуем. Давайте. Давайте. Арестовуйте. В смысле? Я не имею права арестовать. Вот попросите напарника, пускай она вас арестует. Ну, сегодня будут тестовы вожатые? Ну. А у вас выникло наносить? У вас есть тестовы вожатые, что я буду ее подробливать. Ну, да. Хорошо, какие у вас представы? Мало. Вот вы снимаете, что я буду подробливать в моей документе. Вы видели? Даже госпожа Юськевич и та в шоке. Хорошо, какие у вас представы? Мало. Вот вы снимаете, что я буду подробливать в моей документе. А вот я снимаю с метой и не подробливать. Еще раз говорю, 18.3. Вы не имеете очки. Зачем? Я представлю. Нет, мне 8 раз, пункт 3 выполните в развернутом виде до полного ознакомления. Я не должен убирать камеру. Вы вообще слышали? Вакова. Слышали, что год назад был скандал по этому поводу. Потому что люди, полиция не предстает. Часто не показывают на камеру свои документы. Я не хочу на камеру показывать. А будете хотеть вы дома. Вы сейчас на службе. Вы вне третий состояния что-то делать с сигаретой в общественном месте. Я не понял. В общественном месте резать. А как вы разговариваете с человеком, что за непонят? Нарушитель. Прекрасно. Что за непонят? Вы в каком-то не разговариваете с человеком? Все. Спасибо. Счастливо. А тут он делает замечание прохожему за то, что он якобы в общественном месте находится в нетрезвом виде. Но само по себе нахождение в нетрезвом виде, даже в общественном месте, не является правонарушением. В статье 178 Купап написано, что вот такое нахождение еще должно быть связано с тем, что это оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль. А просто, ну получается, что если вы даже чуть-чуть выпили, то вам вообще на улицу нельзя выходить. Ну это же бред. Почему вы закрыли лицо? Я вам показываю или в вашей камере? Мне показываете. Вам показываете. Мне показываете. Вы что, издеваетесь? Покажите в развернутом виде. 18.3. Мне. Я вам показал. Мне. Покажите. Это полное вас покомление. Вам или ваша камера? До полного ознакомления. Мне. Вам. Так уберите меня. Мне. Что я должен выбирать камеру? Я не должен выбирать. Так я уже камеру ли вам показать? Мне показать на камеру. Уберите камеру. Я смотрю через камеру. Почему голос поднимать? Я поднимаю. А если не имею права поднимать голос, это вы должны по уставам. Мне неприятно, что вы сейчас, во-первых, делаете меня виновным, при том, что вы еще не доказали дело, не рассмотрели. Так еще не просто процесс рассмотрените. Так правильно. Хорошо, для начала вы должны подать документы. До начала. До начала правду раздвижения. Хорошо, для начала по 17-3. По 17-3. В полном, разворянутом виде. Хорошо, я вам точно так же буду предоставлять документы. Вы на камеру предоставляете документы. Другой раз, в полный, до полного ознакомления. Представили документы. Вы провоцируете, вы провокатор? То есть... Все? Нет. А что? То есть и вы сейчас считаете, что вы правы? Вы провокатор? Все? Нет. А что? Правы, да? То есть вот этот... Ну, вы считаете, что вы правы. Я вам покажу документы свои. Ну, то есть вы... Я вам покажу... 18 пункт 3. Да, я вам покажу. До полного ознакомления. Вам дать документы. 18, пункт 3, до полного ознакомления. То есть вы сейчас нарушаете до полного ознакомления. Ну, чтобы я сейчас хочу прочитать имя, фамилию, роту. Ну, так вы хотите прочитать или снять на камеру? И то, и другое. А я не хочу его на камеру снимать. Вы будете хотеть дома, вы на службе. Ну так, а я не хочу дома. Вы на службе. Я на службе, да. 18, пункт 3, вы отказываетесь? На камеру не буду. То есть отказываетесь? Не, не отказываетесь. Я на камеру не буду показывать. Вы отказываетесь на камеру предъявить. Я могу предъявить несколько раз. На камеру я отказываю. На камеру вы отказываетесь. На камеру отказываетесь предъявлять. На камеру отказывает предъявлять свои документы. Я подаю отвод этому человеку. Вы можете рассматривать дело, если вы хотите. Этот человек не будет рассматривать дело. Он ко мне относится предвзято. Я не убедился, что он сотрудник полиции. У вас есть разница. Ну, вам без разницы. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста, для начала, Гравченко, Виктория Васильевна, полицейский БПП Полтавской области, жетон номер 013-864. А тут вот тоже интересно, девушка, в отличие от этого очкарика, скажем так, показывает свое удостоверение и не запрещает его фиксировать. А что ж такое? Как это у вас так мысли расходятся? Я не понимаю. Этот дает снимать удостоверение, этот не дает. Ну вы как-нибудь договоритесь там уже. То есть она, получается, не боится, что ее удостоверение может быть сфальсифицировано кем-то. Но получается, что у девушки полицейской, значит, немного больше мужества, чем вот этого вот циркового клоуна в очках. Хорошо, что он. Как раз стоить поручен. Хорошо. Води, предоставьте документы. Я води? Я били цю авто, я его завел. Правильно, чтобы мне исключить. Смотрите. Вы в кралочке? Хорошо, кто владеет? Скажите, мы зачитаем эту воде яхту. 63-я статья Конституции? А вы у нас родственник? Да. Брат, сестра, мама, папа? Имею право не подавать. В вашей машине ехать не будете? Сейчас я буду, да. А, так вы же будете ехать? Я сейчас буду, я долг. А вы только ее угоняете? Мы всегда ходили. Ну так, хорошо, а вдруг ваши велосипеды не ваши? Не наши? Ну, у вас есть основания полагать, что я сейчас буду угонять? Да. Какие? Ну, у вас просто ключи, а вы не. Мне дали ключи и сказали, машина стоит здесь, можете приехать. Это моя машина. Попарковался не я. Хорошо. 63-я статья Конституции. Не буду подавать против себя и своих близких людей. Если машина ваша стоит с правопорушением, то не дайте документы для проверки вашей особи и вашего авто. Да. Хорошо. Проверка. На каком основании проверка? Документы? Да. Потому что авто стоит с правопорушением. Хорошо. У кого нужно проверять? У нарушителя? Вы скажете, что авто у вас. У вас не проблема. На самом деле, ладно, с этим я спорить не буду, пускай, пускай будет на вашу дерьмо. В этом моменте я бы не согласился с данным человеком, потому что основание основаниями, но как я уже много раз повторял, спрашивайте еще и цель проверки документов, потому что под основанием они вам расскажут одно, а целью будет составление на вас постановления. Поэтому уточняйте, с какой целью вы просите документы, что вы будете с ними делать. Субтитры сделал DimaTorzok